Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах. Сегодня я решила, как и обещала, поговорить с вами на царскую тему. И мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на те пророчества, которые у нас есть в наличии адекватно, и оценили масштабы деятельности грядущего царя и его уровень интеллекта в первую очередь. Знаете, мне продолжают писать очень многие люди, делиться самым сокровенным. Я рада, что мне доверяют. И многие из них, конечно же, просят представить их аудитории. Но давайте смотреть трезво на всю эту ситуацию и понимать, кто такой грядущий царь. Вспомните пророчество Эдгарта Кейси. Это должен быть человек-гений, который придет с новыми технологиями, который сможет, во-первых, изменить полностью наш социум, но, по крайней мере, преобразовать, поднять с колен экономику на новый качественно, на новый уровень, заметьте. Помимо этого, конечно же, вот эта вот модернизация будет касаться, в первую очередь, медицины, поскольку новое время или новый век характеризуется не просто новыми технологиями, а долгожительством и долголетием в дальнейшем и понятием бессмертия. Так, представьте себе, каким объемом информации на сегодняшний момент должен владеть этот человек. И когда вы мне присылаете просто свои песни, просто свои стихи или свои откровения, цитаты из бог духовенных текстов в качестве назидания, то я понимаю, что этого недостаточно, чтобы быть грядущим царем. Сейчас я вижу, что в той грядущей царь появился мальчонка, который говорит о том, что он грядущий царь. Дорогие мои взрослые, которые издеваются над ребенком, находясь где-то за кадром или снимая его, вы должны понимать, ни о каком отроке речь не может быть. Потому что это будет зрелая личность, способная на достаточно серьезные шаги, решения и на серьезную обдуманную деятельность. И, дорогие грядущие цари и царицы, оцените свой уровень интеллекта. Способны ли вы действительно на сегодняшний момент руководить страной? Ведь это очень серьезная миссия. Причем нужно будет охватить не просто духовную сферу деятельности, но и все экономические аспекты. Нужно будет в корне изменить образование, медицину и все остальное. Я ведь не случайно вам в комментариях начала писать. А у вас есть бизнес-план? Дорогие мои, если у вас нет бизнес-плана по системе Юниида, с расчетами кэшфлот, если вы не понимаете такие элементарные вещи, то в принципе о каком понятии грядущий царь может идти речь? Как вы собираетесь управлять страной? Вы знаете, я очень рада, что недавно мне начали писать люди, которые способны на подобные подвиги. И буквально на днях я получила манифест. Его мне написал человек, который живет на сегодняшний момент в Казахстане, для того, чтобы его мысли были озвучены правильно и из его уст. И никто их не перековеркал. Я ему посоветовала появиться в теге «Грядущий царь», записав видеоматериалы. И я думаю, что вы оцените его деятельность. И мне прислали все-таки, в конце концов, на сегодняшний момент единственный бизнес-план достаточно больших объемов. Я пока не могу его достойным образом оценить по той простой причине, что еще пока плохо вижу. Но судя по объемам и той информации, которая здесь есть, по тем темам, которые, в принципе, есть в наличии, я частично сейчас вам озвучу некоторые из них. Я понимаю, что, в принципе, это достойный проект, и его нужно изучить и обсуждать. Пока я еще не полностью готова это делать, но могу озвучить хотя бы частично те темы, которые я просмотрела поверхностно. Понятно, что это неполный объем текстов, и он мне, в принципе, не нужен. Это только тот поверхностный минимум, который нужен для того, чтобы передать информацию для аудитории. Итак, первая тема – это структурирование церкви по православной традиции. Она меня, конечно же, интересует в первую очередь, и поскольку я разбираюсь с богодуховенными текстами, я однозначно помогу в этом направлении. Значит, следующая тема – установка новых технологий, внедрение альтернативных технологий, запуск новых технологий в медицине, формирование структуры власти для запуска единой мировой финансовой системы, формирование денежной валюты, не подвергающейся обесцениванию, искоренение электронной системы, контроль денежной системы, планирование экономики, социальное устроение общества, масштабирование городов и многие другие вопросы, которые озвучены в данном бизнес-плане. И если у вас в наличии имеется таковое же, то вы можете со мной связаться. И я тогда помогу вам для того, чтобы указать на вашу личность и обсудить те темы, которые вы сможете предоставить для более широкой аудитории. Вот давайте смотреть на тему грядущего царя серьезно, откинув понятия какие-то регалии, затем понятия, на которые мы опирались ранее, понятия династии, родословные. Мои дорогие, для нас важно на сегодняшний момент найти достойную личность, которую почувствует сердце русское. И поскольку вот этот вот грядущий царь сам докажет свое предназначение, то у него в наличии и в голове должен иметься вот такой вот подобный бизнес-план. И если такового нет, то в принципе говорить о том, что этот человек является грядущим царем, нельзя. И говорить о том, что якобы когда-нибудь в будущем, когда я стану грядущим царем, я сделаю очень много, все это очень пафосно и красиво, но для нас это пустая болтовня. И поверьте, народ наш уже устал от того, что многие говорят пустое. Хочется услышать реальные цели, задачи, планы, действия. И эти действия, они в принципе проявляются уже через написание подобного бизнес-плана. И если вы можете себе позволить такую роскошь, написать или создать нечто подобное, то дерзайте. Дерзайте. Потому что царей-царицы развелось достаточно много, но все живут в какой-то сказочной стране и не понимают то, что они должны сделать. как-то так. Ну, возможно, кого-то обидело, извините, но мне бы не хотелось, чтобы вы не оценивали себя по достоинству. Одно дело быть руководителем страны, другое дело что-то творить в своей мастерской или в своей студии вокала, или просто сидя дома за компьютером, изучая богодуховенные тексты. Нет, мои дорогие, нужно все оценивать объектив. На этом все. Всего вам доброго. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok